Он стал для своих современников и потомков образцом любви ко Христу. Эти слова епископ Среднеуральский Евгений сказала о святителе Николая Чудотворце в день его памяти за литургией в Свято-Никольской Церкви города Среднеуральска. Храм святителя Николая расположен в городе Уральских энергетиков. Такое именование не случайно, ведь начало Среднеуральску положила электростанция. Было это в 30-е годы минувшего века, и тогда, конечно, ни о каком строительстве храма не могло быть и речи. Но в 90-е был организован приход. До 2011-го служили в маленькой деревянной церкви, а вот сейчас молятся в просторном и светлом храме. Сходя тебе, Отца Света, в тебе славу, и благодарение, и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и в веки веков. Говоря о подвиге святителя Николая, Владыка Евгений рассказал, что когда святитель был еще молодым человеком, он сумел воспринять евангельскую меру любви к ближнему. И стал не по внешности таким исполнителем всех правил, норм и заповедей, а он стал внутренним исполнителем, образцом того, как надо жить по-христиански. В нем в самом жил Христос, и он его, как эту линейку, ровнял по своим заповедям. Кроме того, архипастырь напомнил, что святой Николай наполняет своим присутствием нашей жизни. Известно немало случаев, когда этот угодник Божий являлся людям, находившимся в беде и выручал их своим заступничеством. Святитель Николай часто приходит в нашу жизнь, когда к нему обращаемся, когда просим его помощи, а иногда, когда и не просим, он вдруг является и исправляет уже нашу жизнь, показывает, как надо, как не надо. Настоятель Среднеуральского храма поблагодарил Владыку Евгения за то, что радость от престольного праздника он разделил вместе с горожанами. Мы благодарим вас за сегодняшнюю службу и за попечение. Конечно же, вы слушаете, если мы о титуле Среднеуральского, вы, конечно же, молитесь за нас. Само собой, но понятно, что мы это знаем и чувствуем, наверное, и как-то действительно ответственно к этому относимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!